В России два союзника, армия и флот. Все хотят все равно хоть что-то, но с нас поиметь. Со времен Петра, который еще под Полтавой навалялся шведом, мы обязательно ответим, ну только не глупости, а очень умным ходом. Если вы не хотите кормить свою армию, вы будете кормить армию своих противников. Ну, это логично абсолютно. Поэтому мы не хотим кормить армию Соединенных Штатов, армию НАТО. Не хотим. Поэтому мы кормим свою армию, условно, развивая ее. И, конечно, Александр Третий говорил, что в России два союзника, армия и флот. Так было и так будет. Со времен Петра, который еще под Полтавой навалялся шведом. И вот оно так и происходит дальше. Только два союзника, армия и флот. Других нет у нас союзников. И никогда не будет. И не потому, что мы плохие или хорошие. Из-за такой территории, которая у нас есть, из-за тех ресурсов и богатств, которые у нас есть в нашей стране, и где нет ни в одной стране другой мира, никто не будет нам союзником. Все хотят все равно хоть что-то, но с нас поиметь. А, соответственно, если мы не способны это защитить, закончится это очень плачевно. Как и пытались сделать многократно. Просто отобрать все. Не получилось. И не получится. Поэтому мы должны понимать и видеть хотя бы на несколько шагов вперед, что может произойти у нас на афганской границе. Что нам произошло бы в Сирии. А мы-то сделали. Вдумайтесь. Очень ограниченному контингенту. Ввели его туда. И сделали за год то, что Соединенные Штаты со всей своей коалицией, там сколько, больше 50 стран было, не смогли сделать за долгие годы. Потому что не хотели этого делать. Украина сдалась Соединенным Штатам. И они, в общем-то, даже не собираются это как-то отрицать. Они сдались, да, Соединенным Штатам. Ну и что, они учителям и врачам платят гораздо больше, чем мы? Или вообще хотя бы больше? Ну, конечно, нет. Не в этом задача того, кому ты сдаешься, чтобы ты жил лучше. Ну, нет такой задачи. Если там раньше еще могло, вот план маршала после войны, который был, типа поднял там Германию, там еще что-то. Я вас уверяю, что Германия бы и сама поднялась. Ну, может, не так быстро, не так далее. Ты можешь сделать хоть 10 планов маршала по отношению к Украине, ничего не получится. Ну, вот просто от слова совсем ничего не выйдет. Потому что не задача Соединенных Штатов, чтобы там жили они намного лучше. Казалось бы, ну, так правильно. Вы хотите, чтобы показать лицо, ну, вкачайте в Украину, там, какие-нибудь триллионы, да, и все, о, гляньте, правильно, Майдан сделали, и там живут лучше, чем в России. Живут-то в 10 раз хуже. Самая беднейшая страна Европы. Самая беднейшая. Поэтому они вкачивают только в одну, в военную технику, там, в формирование, которые думают, что они будут с нами воевать. Все ресурсы будут принадлежать не нам. Все, естественно, средства будут уходить, как и на Украине сейчас в самое ближайшее время, туда, на Запад. У нас сейчас уходит очень много средств, а то вообще ничего не будет оставаться. То есть от слова совсем. Вот ты живешь в каком-то городе, там, даже в Москве, да, а тут ничего нет. Нечисленные дороги, учителям вводить нечем, врачам нечем. Все, богатейшая страна, а все уйдет именно туда. То есть будет не просто хуже, это, мягко сказать, хуже. Ведь, ну, слушайте, давайте, да, чтобы не быть голословным, план Гитлера был какой? Ну, он же ничего не изменилось. Он ровно такой же был. То есть мужики сильные должны идти работать там на государство, на рейх. Значит, женщины, как енофонд вывозили из Германии, там должны рожать новых арийцев или рабов новых в любом случае. Ресурсы должны быть все забраны полностью, 100%. А все остальные, кто не подходят к этой категории, должны быть уничтожены. Просто уничтожены. Уничтожать можно по-разному. Слушайте, во времена Ельцина у нас вымирало население по миллионам в год. Миллион сокращалось каждый год. Так а в чем проблема? Ну, такого же сейчас поставят. И будет не по миллионам, а по два или по три сокращаться в год. Десять лет – отлично. И страны нет. Почему для нас сейчас волнует вопрос Афганистана? Вопрос Афганистана нас волнует не потому, что мы очень сильно беспокоимся о том, как же там будут жить жители Афганистана. В конце концов, это действительно их внутренние дела, и нас могут это вообще никак не волновать. Вопрос в другом. Что завтра, если мы не купируем вот это нездо террористов в Афганистане, Афганистане, завтра то же самое будет уже в Таджикистане, в Узбекистане, даже в Туркменистане, а потом и в Северной Кавказе. Поймите, эти настроения, которые сегодня здесь, не надо думать, что они просто так. Они же сейчас, это как бы настроение в нашей стране есть. И в Поволжье есть такие настроения. И на Северном Кавказе они есть. И если мы не будем этим заниматься, мы что, забыли нулевые годы? Как дома взрывали, что ли, в Москве? Нет, мы не забыли. И мы ни в коем случае не должны это допустить. Поэтому наши войска стоят в Сирии и по границе с Афганистаном. Да, мы обязаны это делать. Да, сегодня не идет речь о вводе войск в Афганистан. И, видимо, это не нужно. Но проникновение сюда элементов террористического характера не должно быть ни в коем случае. А это может быть. Американцы специально делают. Они сами там облажались, убегали оттуда, как только могли. Но они это делают специально. О чем говорил Байден с Путиным по поводу их вывода войск? Они хотели же вывезти в Среднюю Азию туда свои войска. Они же были в Узбекистане, в Киргизии они были. Их оттуда попросили уйти. Они хотят вернуться туда. Мотивируют это тем, что мы будем защищать, наносить авиаудар и так далее. А я считаю, что это будет наоборот. Если их там взять и еще, то маджахеды как раз и будут думать по поводу того, а раз они здесь, значит, вы специально их приутили для того, чтобы они нас еще бомбили. И могут быть любые провокации. Любые провокации. Поэтому наша задача на дальних подступах не дать возможность проникать сюда террористическим элементам. К сожалению, сегодня мир глобален. Американцы оставили в Афганистане на 3 миллиарда оружия. Но я думаю, это то, что мы знаем. А так вообще гораздо больше, я убежден в этом. Зачем они это сделали? Ну да, они потеряли сейчас свое лицо, престиж. Они выглядят очень нелепо. И даже многие от них отворачиваются в Европе. Но они прекрасно понимают, что через какое-то время это будет нашей головной болью. Потому что другой страны здесь нет, которая может сдержать это нашествие. И мы этим уже занимаемся сегодня. К сожалению, они специально создают вот это огненное кольцо вокруг России. Как бы им это ни было, даже с ценой собственного престижа. Но на каждый, знаете, как говорили великие немецкие полководцы, на каждый ваш продуманный шаг русские ответят непредсказуемой глупостью. И вы проиграете. Вот так же. Мы обязательно ответим, ну только не глупостью, а очень умным ходом, который они не ожидают. Старайтесь, ребята. То есть не на тех нарвались. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...